Зимовая рыбалка – любимая хобби многих мужчин. Рыбацкая скрыня заплячима, ледобур у руках, на шее – эхалот. На каждом Гомельском озере зараз сотни рыбаков. Темчасом специалисты нагадывают, что лед гэтай зимой не только на рыках, але и на озерах и затоках небеспечный. Наш корреспондент Марина Джалая побывала на заливе Сожа и подекавилася у аматрау зимового экстриму, как сделать находжение на леде безопасным. Дмитрий Уклейка облюбовал, что этой заливы находится недалеко от Гомельской областной больницы давно. Место пригожа, рыба больше-меньше ловится. Лед, стверждя рыбак, тут тревалый. На наших варчах робить новую лунку. Бажно, что толщина коля 40 сантиметров. На питание об коварстве зимового леда отказывая, что опытный рыбак заусюду ведая, как не трапить у неприемности. По итогам бурения лед в районе 45 сантиметров. Это средняя толщина по этой зиме? По данному водоему это практически такой везде лед. Конечно, есть там несколько промоин, а вот если взять на реку, то там лед, конечно, тонкий, и туда ходить небезопасно. Вы не ходите на реку? Нет, на реку я не хожу. Во-первых, и погоды такой не было, сильных морозов, снег был, он не давал льду замерзать. Во-вторых, там течение, там опасно. Здесь опасностей нет. Здесь уже рыболовы ходят каждый день, они знают этот весь участок, ну, как свои пять пальцев. Поэтому даже какие-то меры безопасности, если по-первых, льду брали с собой спасалки, то есть одевали спасжилеты, то сейчас, когда лед толстый, сюда выходишь как на прогулку, никакого экстрима в этом вообще нет. Участки этого залива рыбаки помеж собой называют корчы, зазеркалья, яма. На яме самая великая глубина – до 16 метров. Але небезпека – не тут. А крыху наводаль там знаходится место с промывинами. Недавно, кажут, рыбаки, их было вельми много. Зараз мы знайшли только одну. Тут рыбу никто не ловит. Рыбаки место с промывинами обыходят боком. Але выходят, шинават навядомые, месцы. Кожный повинен поклопатиться об свою безпецы. Это не только выротовальная камизелька, якую треба опрануть под куртку. Але и вось такое пристосование. Это самодельный вариант, который сделан из каленой стали, с закаленной стали, с деревянной ручкой. Но суть одна. Опять же, вот видите, самодельная вещь и вот заводская. Тут длиннее, да? Если лед присутствует, скажем так, на льду, какая-то неплотная верхняя часть, либо снег, то вот этим заводским изделиям, может быть, не удастся, скажем так, надежно вколоться в лед. Этот более надежен, может быть. То здесь есть свисток. Свисток, да. Позвать на помощь, потому что, когда человек проваливается под воду, он сказать ничего и громко крикнуть не может. Великий сюжет о привабности и экстриме зимовой рыбалки с комментариями керавництва освода и меркованием психологов глядите в программе «Новины ты дня» на телеканале «Беларусь4» в неделю. Марина Джала, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель». Продолжение следует...